Продолжение следует... Здравствуйте! Продолжение следует... Продолжение следует... Будь то навыки чтения, письма, математики или же физики, ну, всё это позволяет решать только лишь повседневные задачи. А для решения более сложных задач, помимо классического образования, у детей необходимо развивать критическое мышление, творческое мышление, лидерские качества, мы говорим, умение общаться, ну, а также, конечно же, прививать навыки работы к команде. Всё это, наряду с классическими знаниями, включены в обновлённое содержание школьного образования. Поэтому сегодняшний семинар так и называется «Совершенствование педагогического мастерства учителей-предметников в условиях обновлённого содержания образования». В нашей школе более 60 учителей прошли уровневые курсы. На базе нашей школы совместно с Актюбинским учебно-методическим центром открыта экспериментальная площадка по обучению математики на английском языке и по критериальному оцениванию. И по внедрению обновлённого содержания образования сегодня в нашей школе как раз-таки семинар посвящается именно вот этой теме. В этом году, вы только что сказали, уже в целях расширения межрегиональных связей в системе образования был заключён меморандум согласия. Согласно задачам данного меморандума был составлен план совместных мероприятий и в целях реализации пунктов этого плана на базе нашей школы, ещё раз повторюсь, был проведён межрегиональный семинар. Ну, конечно же, обмениваются мнениями, приехали из школы-интерната тоже для одарённых детей номер 4 из города Казларды, из школы-гимназии номер 6 города Храмтау, из школы-гимназии номер 2 Мартугского района, из средней школы посёлка Новый, а также наши областные интернаты. Это физико-математическая школа-интернат и казахско-турецкая лицея учителя. Семинар вообще проходил по четырём направлениям. Направлен был на компетентность здесь учитель математики, молодой учитель математики Абдулин Нурбек показал очень хороший, интересный урок по геогебрии, а также тоже молодой учитель физики, магистр физических наук Шилгельдин Сабржан, урок физики, урок практику, очень сложные задачи, как решать сложные задачи. Вот над этим он работал. И, конечно же, по направлению внедрения траектории личностного развития тоже были показаны интересные уроки, например, урок химии нужно отметить. А вот направление было педагогическое, мастерская. По этому направлению методисты Октябрьского областного учебно-практического центра Мацилаева Жизира Калдобаевна, а также Турмаш Василия Кадыровна, они поделились новшествами в области образования. Очень интересно, я так думаю, на взгляд наших учителей, был проведен брифинг на критериальное оценивание, формирование культуры оценивания, направление подготовки педагогических кадров, а также коучинг, очень активное обменение вызвало среди учителей, именно коучинг на тему критериального оценивания. Вот как раз-таки, если можно, про критериальное оценивание более подробно рассказать, есть ли информация. Мне интересно, просто раньше были оценки довольно стандартные, то есть от двойки до пятерки, единицы ставились, я не знаю, в исключительных случаях. То есть это была система оценки. Я в свое время, обучаясь в экспериментальной школе номер 12, застал как раз такой тот период, когда на нас ставились эксперименты на учениках по внедрению модульной системы обучения. Опять же, эта система применялась в западных школах. Но для нас оценки ставились, опять же, модульно, то есть за каждый урок определенные плюсики ставились, и потом, в общем, потом выводилась оценка какая-то за определенную тематику. Вот про те системы оценки, которых вы говорите, я практически не знаю. Мне интересно было бы, к чему они больше относятся, к стандартной советской еще, да, системе оценивания, или же это более какая-то совершенная модель оценивания успеваемости учащихся. Да, это один из волнующих вопросов об образовании, конечно, который реально оценивает, сейчас расскажет Гузия Хайрулавна. Я попробую рассказать, потому что это очень большой вопрос, обширный, и в рамках одной программы его осветить и понять трудно. Каждый день мы оцениваем что-либо, погоду, друзей, покупки, оцениваем хорошо, плохо, нравится, не нравится. Хотелось бы провести небольшой эксперимент с вами, буквально несколько секунд. Нарисуйте, пожалуйста, домик, любой, мысленно или на бумаге. Ну, наверное, у нас сейчас, так сказать, наша техника не позволяет это все увидеть, поэтому, да, мысленно, да, можно. Вы его нарисовали. Да. Давайте теперь его оценим. Поставьте себе один балл, если вы использовали в рисунке элементы неживой природы. Ну, солнца, небо. Было у вас? Нет, никаких элементов, кроме как геометрическая вообще фигура в виде домика. Я ничего не... Хорошо. Еще один балл за элементы живой природы. Собачки, птички. Было? Нет. Нет, нет. Тоже не было. Примитив там у меня будет полнейший. Хорошо. Есть еще один балл, если мимо вашего дома проходит какая-либо дорога. Ну, мне кажется, это уже... Или ведет к вашему дому дорога. Это нужно быть очень, да, очень большое время. Дороги нет. Ну, хорошо. Может быть, у вас открыта дверь? Нет, дверей тоже нет. Нету и больше трех окон вы нарисовали. Нет, вообще окон нет. Это у нас сейчас ситуация, как из сказки «Маленький принц», что нужно нарисовать барашка, а нарисовали-то коробку, да, и сказали, а барашек там, а там уже как хочешь, так и представляем. Да, вот мы как раз подошли к теме критериального оценивания. То есть вы заработали ноль баллов, потому что вы не знали критерий, по которым вас будут оценивать. Это и есть критериальное оценивание. Если вот простым языком объяснить родителям, допустим, да, что хотят сейчас учителя от детей, то это примерно выглядеть будет вот так. На определенную тему, на определенный урок составляются критерии, которые состоят из рубрикантов и дескрипторов. То есть что надо достичь и как надо достичь. И каждый элемент, каждый этап оценивается в какое-то количество баллов. А объясняется ли ученикам, что вот по таким-то, таким-то конкретным критериям мы будем вас... Как раз таки вот эти дескрипторы, они и дают направление ребёнку. То есть при выполнении этого задания одна девочка сказала, вы же не говорили рисовать солнце. Она была права. Если бы я сказала рисовать солнце, небо, там, цветочки, то она бы это выполнила. А в итоге она получила не скибал, потому что она не была знакома с критерием. Вот сейчас у нас ведётся работа именно по критериальному оцениванию, который делится на формативное и суммативное оценивание. То есть получается, ну опять же, перейдём к нашему примеру. От того, какова будет картина, которую я нарисовал, оценивай, вообще заявляете с самого начала вы. То есть вы знаете, что чтобы картинка была хорошо оценена, там должна быть дорога, должны быть двери, окна, должно быть там, я не знаю, солнышко, какие-то элементы природы. Вот. Получается, ну вот у меня такой вопрос сразу же встаёт. А поле для творчества определено в такой системе критериальной оценки? Да, конечно. А вот как оно определено? Определено, потому что вы-то уже заранее определяете, какой должна быть картина уже своими критериями. А вот ученик может выйти за рамки критериев? Будет ли это какой-то дополнительный критерий его оценивания? Да, ну я привела самый простой пример критерии. А допустим, у нас на уроках дети отвечают, используя, допустим, они готовят постер, защищают по... Ну постер — это нарисованный ответ, будем так говорить. И вот критерии к постеру как раз-таки включают. Яркость, красочность, научность, сколько элементов. То есть здесь ребёнок может проявить свою фантазию и творчество. Либо они могут ответить на вопрос в виде какой-то инсценировки, постановки. То есть форму ответа они выбирают дети сами. Ну по сути, да. По сути, это как раз-таки то, что я когда-то проходил в школе. То есть по какой-то определенной теме. И потом ученики готовились, и что у них лучше получалось. У кого-то рисовать больше получалось, у кого-то какой-то доклад создать лучше получалось. У третьего, не знаю, исполнить то же самое, какое-нибудь произведение на музыкальном инструменте. То есть каждый именно ту понимал эту тему так, как ему это было удобно. Но мне кажется, это как раз-таки и было проявление каких-то творческих способностей. Самостоятельности, да. Сейчас образование направлено на то, чтобы дети самостоятельно получали знания, находили. И на уроках, допустим, дети, если работают в группе, они учатся работать в команде, учатся лидерству, учатся слушать других, учатся доказывать своё мнение. И вот выбирают форму, варианты ответа. То есть, допустим, одна группа, если готовит какое-то интервью, то вторая группа может инсценировать этот же ответ. Это применяется на любых уроках, в частности, например, на уроке литературы. Если мы изучаем какую-нибудь сказку, то мы можем взять интервью главного героя, одна группа. Вторая группа может это показать, инсценировку. Третья группа может изобразить пантомиму, просто, беззвучно. И две группы остальные оценивают. Это тоже один из элементов критериального оценивания, который учит детей самооценить себя и оценить другого. Взаимооценка. Взаимооценка. Иногда бывает, но мы их учим, особенно младший класс, они говорят, это мой друг, поэтому я ему поставлю хороший балл. Но это тоже, по сути, какие-то критерии оценивания. Дружба, может быть, это и хорошо, может, это стимулирует какие-то дружеские отношения. Ну, здесь еще должно работать это правило. Объективность. Объективность, да. Платон не друг, но истина дороже. Поэтому они по составленным критериям как раз-таки оценивают эту группу. Смогла ли та группа показать все, рассказать, уложились ли они во время. Ну и так вот. Остальные, да, критерии? Да, остальные критерии. Елизавета Шамановна, я понимаю, что вот как раз этот семинар проходил в стенах, как я понимаю, вашего интерната. Да, на базе нашей школы. И я вот думаю, вот чем заслужил ваш интернат вот такого внимания? В нескольких словах расскажите о своем интернате и чем он интересен. Наше здание вообще было построено в 1936 году, уже 80 лет. Но школа была открыта в 1956 году для детей сельских работников из отдаленных районов. И переименована в 1991 году на Актюбинской областной специализированной школы-интернат для одаренных детей. Сегодня сколько у вас детей занимается и что преподает? Я акцент делаю на 1991 году. Уже прошло 25 лет. За эти 25 лет закончили 1138 выпускников. И из них обладатели Алтенбельги уже это 90. А обладатели особого образца 96. И количество призеров международных олимпиад и научных проектов 26. И, конечно же, результаты ЕНТ надо учитывать, что последние три года мы постоянно занимали призовые места в республике. Спасибо большое. Я уверен, что, конечно же, это и многие другие достижения вашей школы как раз таки сподвигли наших организаторов провести семинары именно в ваших стенах. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была замдиректора по профпредметам Актюбинской областной спецшколы-интерната для одаренных детей имени Максута Кусаинова Лизат Шамовна Пангиреева. Спасибо вам большое. А также учителя русского языка и литературы этой же школы Гульзя Харулаевна Битингалиева. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...